Когда 40 самых талиновитых выкладчиков в Ленчай и декоративно-прикладной творчести из всей Беларуси приехали в Гомель, для их у Палацы Творчести Дятей и Молодей прошел республиканский семинар. У фойе сотни работ, многие уже на новогоднюю тему. Когда уличывают, что за вакном соправдная зима, то такие прихожие цацки натхняют и наближают свято, а еще нараджают жаданье сделать нечто на кшталту баченого самостоянно. А вогуле, как прогучало на семинары, вельми важно учить зятей рамествам, которые достались нам от продков. Приносить индивидуальное, но при этом брать за основу фольклорные мотивы, нашу спадщину. Это, например, солома и лоза плятения, створение керамических цацок. Мы это мероприемство, популяризация и развитие декоративно-прикладной творчести, трансляция левшего опыта педагога у республики. Усек обгытыми напрямками текавелись и наставники и дети. Зусим худко левшая работа и талиновитых хлопчиков и девчонок отправятся у столицу. Наша задача поднять традиционные направления и техники работы с различным материалом солома, лоза, глина, популяризировать ремесла. Те, которые уже много-много лет были нашими предками освоены. Наша задача сохранить и передать нашим детям. А еще особенность, хочу подчеркнуть два аспекта, которые Гомельская область продемонстрировала всей республике. Первое. Мы показали, как сегодня учреждения дополнительного образования могут сотрудничать и сотрудничают с учреждениями высшего образования. И второе. Это преемственность. Преемственность в ремесле, когда педагог с большим стажем, руководитель образцовых студий, передает своему воспитаннику свою работу и уже воспитанник сегодня выступает в роли руководителя образцовых студий.